МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чушатся глазки. Друзья мои, сегодня мы покидаем пляж Кендва. Уезжаем из деревни с одноименным названием. И, как вы можете наблюдать, погодка уже слегонца портится. То есть солнышко такого нет, дождичек такой мелкий накрапывает. Это все потому, что конец пляжного сезона в Тазанзибаре начинается уже сезон дождей. И сегодня мы перемещаемся с пляжа Кендва обратно на пляж Нунгви. Какая у нас цель? На Нунгви мы забронировали самый дешевый гест-хаус, который был на Букинг-Коме. Поставим эксперимент. Что это такое? Самое бюджетное жилье на Нунгви. Как оно выглядит? Все ли так страшно и ужасно? Мы вам его обязательно покажем и расскажем. И мы фактически были уже у цели, приближаясь к пляжу Нунгви. Дождик пошел. Сидим под камнем. Шмотки свои закинули под камень сюда, чтобы не сильно промокли. Ну и сами так отдохнулись и закинулись под камушек. Чтобы тоже не особо сильно промокнуть. А тоже здесь ничего не сохнет. Стоит промокнуть и все. Так что сидим, пережидаем, когда закончится дождик. Друзья, дождик закончился. Мы успешно выбрались из-под камней и добрались до нашего отеля, где мы останавливались, когда только приехали на Нунгви. А вернулись мы сюда не просто так. Здесь самый лучший курс обмена денег. Сейчас покажу вам. Лучшего курса мы нигде не нашли. Здесь был самый хороший. Раз. О, Киулини. А мы денежку поменяли. Двигаемся дальше. Нам теперь нужно до нашего бюджетного отеля добраться. Итак, друзья, мы с Борем пополам, но мы добрались до нашего гостевого дома. Lighthouse, guesthouse. Он находится на самой окраине, рядом с маяком. И вот так выглядит, собственно, комната дешевая. Вот такая комнатка с вентилятором, с кроватью, столиком, двумя окошками. И, собственно, все. Здесь больше ничего нет. Ну, вот вешалочка есть, так повесить что-нибудь свое. Стоимость таких вот апартаментов... 25 долларов за день. В общем, это очень бюджетно для Нунгвито. Прям очень бюджетно. Так что поживем. Расположение, правда, мы еще не поняли, нормально или нет. Потому что добраться сюда было очень даже проблематично. Потому что я у нас все мокрая вообще. Шли через деревню. Нас дети выводили, потому что там даже навигатор поломался. Он не знал, куда нас везти дальше из трущоб из африканских. В общем, выбрались, все нормально. Мы заселяемся. Друзья мои, наш Lighthouse, хостел, находится вот здесь. Рядом с нами находится магазин. Ну, в нем можно купить всякие снеки, шампуни, водичку. Для любителей алкоголя алкоголь здесь не продается. Вот, выход к морю буквально 5 минут. От отеля прошли прям по прямой. Вот он, выход к морю. Но, как вы можете видеть, море, ну, такое себе море. Особенно утром. Вот наши любят покупаться утром. Но утром море непригодно для купания, потому что начинается отлив. И все покрывается морской капустой. Отсюда до центральной части Нунгви идти где-то приблизительно 15 минут, если по береговой линии. Так что, не близко. Кстати, здесь же находится отель Cassandra Beach House. Мы тоже видели его на букинге. И знаете, что самое интересное? Отстроены первые два этажа. И они сдаются. А третий этаж, как вы можете видеть, он еще только достраивается. И вот народ, который сейчас заселился, они попали вот под эту вот стройку как раз. То есть, они спят там, а над ними стучат. То есть, тоже есть нюансы. Африка такая Африка. Вот, дорогой мой, предупреждала тебя, не пей. Много пива козленочком станешь. Куда побежал? Ругается он еще на меня. Пойдем домой. Пошли. Что, не разговариваешь со мной? Как килиманджаро мне, килиманджаро. Еще побольше. Вернулись, значит, на Нунгви. Обратно вернулись в то же самое кафе. Где до этого постоянно кушли. И взяли попробовать пиццу с морепродуктами. Стоит 15 тысяч шильдер. Смотрите, какая. Выглядит очень аппетитно с морепродуктами. Будем пробовать. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я риэлтор по Занзибару. Прошу посмотреть элитную жилплощадь на Нунгви. Вам понравится. Без удобств. Совсем. Без удобств куры. И все. Друзья мои, обратите внимание на вот эту вот интересную постройку. Сделанную из пальмовых листьев. Представляете? Смотрите, как аккуратно. Причем из этого делаются и стены, и двери, и даже сумки они из этого делают. Очень получается надежно, аккуратно. Симпатично. Местный колорит, так сказать. Вообще, жители Занзибарь, как и многие жители Африки, не любят сниматься на камеру. Вот только камеру включаешь, и они все, тут же убегают либо просят деньги за это. Поэтому мы обычно, ну как я снимаю, снимаю их в тихорцах. Чтобы вам показать тут обстановочку, какая на самом деле она здесь. Идем на завтрак на нашей Фазенде. Кстати говоря, вот наш номер от туалета. Отдельный. Вон там туалет с ванной. Ну, душ есть хороший. Выходим. Вот такое у нас место для завтрака. Столики. А вот здесь сидим. Ну и тут такая территория. Так чудно, друзья, вроде Африка, должно быть кофе. Ну, все время почему-то так казалось. А у нас везде вот такой кофе растворимый. Любой. Вот во всех отелях, где были, в хороших и в средних. Вот сейчас наш отельчик Фазенда. И все равно такой кофе растворимый пьем. Нам принесли вот столько фруктов. Булку вон целую. Там арахисовая паста. Джем. Целый банан. Целое все. И даже блинчики какие-то. В общем, будем завтракать. Нам еще и яичницу принесли. Кто бы мог подумать, что в таком скромном месте будет такой хороший завтрак. Самый лучший завтрак из всех, где мы вообще были. Это удивительно. В трех минутах ходьбы от нашей Фазенда находится вот такое интересное место. Мы сейчас вам его покажем. Это место натуральный аквариум. Здесь черепахи плавают. И вроде как написано, что с этими черепахами тоже можно поплавать. В общем, пойдем узнаем, сколько это будет стоить. И как это вообще все выглядит. Стоимость посещения этого места составляет 20 тысяч шильверов. 20 тысяч шиллингов на одного человека. Идем. Смотри, как их много. Ой, я хочу. Музыка. 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 Как понравилось. Вообще такой восторг детский. Супер. Рекомендуем. Абсолютно точно можно. а теперь мы идем в зоопарк он здесь находится рядом и цена такая же тема так кого-то зоопарк вход по двадцаточки можно еще донейшн для макак оставить привет привет ты такая сладенькая мы заходим внутрь к обезьянкам привет какая хорошая ты босс не даст не дается мама наташа мама наташка к тебе решили прийти все кто такой папой тут кого а там кто питон питон он подозревака дальше по курсу большой страус ну и здесь тоже черепашки они очень красивые у них очень интересные расцветки панцирь а еще здесь есть маленькая антилопа наш день как и наше путешествие подходит концу солнце прячется за горизонт утопая в сумрачных водах индийского океана а мы в это время перемещаемся в аэропорт на острове занзибар что друзья мы в в аэропорту возвращаемся обратно домой сюрприз очередь и она огромная аж до сюда вам друзья обязательно с собой берите ручку в аэропорт вот там стоечка нужно будет при вылете еще и бумажки кое-какие заполнить там по русски тоже есть поэтому все в принципе понятно просто имейте ввиду что потребуется ручка через девять часов мы приземлились в москве во внуково сейчас вышли можно сразу экспресс-тест на ковид сдать в течение 24 часов будет готов за пока ждете тест сидите дома никуда не выходите потому что вы свои данные отдали все уже на контроль вот мы не стали проходить мы сейчас около дома пройдем прям сейчас же едем туда в лабораторию сдавать тест и будем тоже дома сидеть ожидать результатов потом на госуслуги загружать наших результат чтобы освободиться друзья спасибо за то что были вместе с нами в этом путешествии еще увидимся а